А высь вечер, ть день, ть ночь, добрые вам у хату, мои стратегичные жевжики. Вы чуете Алексейчика Халецкого, яки гуляя у Endless Space 2 на последнем уровне сложности. И ведет... Боже, как называется-то моя... Единую империю к доминации в галактике. Если вы не видели первую серию, то лучше перейти к ней. А все серии сразу спонсоры уже могут посмотреть во вкладке сообщества. Давайте продолжим наш путь к уничтожению пиратов. Строю корветы. Так, колонизирую планету. В общем-то, герой у нас нанят. Я не знаю, мне, в принципе, пока ее некуда сажать в качестве губернатора, но я думаю, что вот... Подождите, где у нас? А, вот тут. Когда у нас уже станет 5 ходов? 5 ходов долго. В принципе, я могу, конечно, ее... Так, хорошо. Какие у нее есть именно для битв возможности? На корабле Искателя равно представлены оруженные модули и модули поддержки, чтобы получить шансов на взрывании в неизведанных областях. Ага. Она уже 5 уровня, кстати. Блин, я бы ее, конечно, ее, конечно, надо в систему назначать, но, во-первых, и систем нету, и пока еще и корабли... Ладно, пускай пока сидит, раз такое дело. Вот, у меня уже, видите, модернизировалась планета 233 от улучшения развития, потому что у нас плюс 20 за каждую планету теперь идет. Сейчас еще эту колонизирую, будет еще плюс 80 науке. То есть, от улучшения до второго уровня, конечно, у меня классно. Тебе повезло, на самом деле, с этими вот ресурсами роскоши. Ладно, минер-охот надо заканчивать. Что тут еще делать? Я не хочу назначать героя, пока и апгрейдить. Или я должен ее назначить? Нет, могу закончить ход. Мне просто некуда, на самом деле. Так, как у нас тут еще одно совместное задание. Слухи об Академии. Вы следите героев, изучив 5 атмосферных феноменов. Ну, их у меня пока нету. Так, нашел. О, это закончилось. Помните, я события выбирал, чтобы минус 10 науки было, но чтобы открылась теха. Вот, ПЭФ уровни ускорителей, разблокированный на империю Халецкий. И что это за... Так, следующее. Ну, я открыл. Я смог сделать, чтобы у меня... Это мой основной квест. Сделал, чтобы у меня капала наука. Вы получите контроль над планетами каждого. В смысле, прежде чем цель достигнута. Серьезно? Я думал, намного быстрее будет. Так, в течение как минимум 5 ходов в вашей империи должно действовать не менее одного закона, поддерживающего... О, блин. Я вот, Катя, не уверен, что у меня вообще доступны подобные законы, на самом деле. Да, у меня даже нету... Ну вот, вот ученых. Хотя, вот тут есть... Ну ладно, наверное, в дальнейшем откроются эти законы научные, пока я не могу выполнить этот квест. Хорошо, а вот это я открыл... Что-то там про Юрия. Это просто сейчас уже действует на всю империю? Или как? Или... Или... Ну, я... Мне кажется, мне надо сюда... Юшо пересаживать. О, кстати, тут еще подземное явление надо будет открыть. Видите, тут можно... Хотя у меня сейчас корабль сюда вернется. Или не вернется. Научный. Ладно, посмотрим. Видите, вот тут можно тоже какую-то аномалию исследовать. Нет, это не аномалия, это подземное явление. Но тут что-то можно найти. На стерильной. Так, я их распределю пока. Смотрите, а на моей основной планете одни хорошим остались. Все... Все мои основные эти ребята переселились на Коран. Тут, кстати, важно, чтобы у вас все... О, так... Туда уже можно назначить? Подождите. Здесь все должно быть колоний. Тут важно, чтобы у вас как можно больше появлялось различных цивилизаций. Сейчас бы еще найти... Вот, подробнее о населении. Чем больше у вас жителей каждой цивилизации, грубо говоря, то вы будете получать бонусы. Вот тут... Ну, вот, например, 20 жителей Единой Империи у меня будет плюс 15% культуры, да. Йошу... 20... Юшу плюс 15% вместимости. 20 хорошим плюс 10% еды. И так далее. То есть у меня... Это не все у меня будут. Я сейчас дальше буду захватывать. Я там явно подружусь вот с этими малыми фракциями. У меня все больше и больше будет становиться. Так. Я нашел космические облака. Опять же, если она будет... А, это в конечных бедах. Вот если она будет в моих границах, то плюс 10... Ну, как раз, плюс 10 производства, 10 науки, 10 этих... Не так уж и круто. Хочешь так говорить. Так. Что мы открыли? Ага, вот, видите, я... Поэтому я сейчас феномен могу исследовать на той планете, потому что мы тут новое. Кое-что открыли. Необычный феномен. Сопомогательный модуль. Окей. Гипериевый двигатель. Так, слушайте, я могу, в принципе... На корветах поменять. Давайте я пока тогда... А, ну тут производство уже было. Вот это я отложу. И на корвете поменяю на гипериевый двигатель. А, так он... Вот он, да. В чем уклонение 2% и очки движения 4%, а тут очки движения 3% и без всякого уклонения. Что? Ставим гипериевый двигатель. Применяем проект. И теперь добавляем обратно строительство корветов. Так. Так, так, так. Что еще? Так, конец события. Вот видите. Минус 10 на империю. Но... Где у меня написано... Так, население растет. Я хочу посмотреть эту теху, которую я получил. Какие-то там ПЭТ-ускорители, что ли? Вот, ПЭФ-ускорители. Вот оно. Могу засушливые планеты колонизировать. Генератор магнитного поля. И научные станции. Ну, на холодном, я помню, там нету холодных. Вообще. А это с аномалиями две науки. Ну, вот, кстати, видите, эти все ученых продвигают. Хм. Ну, вообще и аномалий нету на планетах этих. Умеренная, 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 горячая. То есть, на самом деле, мне это ничего... Хотя вот плюс 10% на уровне системы, это прикольно. Блин, аномалий нету на этой. Ладно. Пока все равно не собираюсь я тут ничего строить. Так. Ну, наверное, на культуру. Деньги, мне кажется, мне тут не нужны. Вот, видите, открылся следующий уровень. Я смогу следующий уже улучшать. Колонизация пепловых планет и бесконечные супермаркеты. Построил. Четыре хода. Знаете, почему, мне кажется, нельзя вот это отправлять? Потому что нету пути, чтобы сюда пролететь, на самом деле. То есть, пока я не открыл... Я вам в прошлой серии рассказал, вот эти... А где этот полет? Это... Бареные щиты? Я вот это не могу сказать. Это просто только деньгами получается. Ну, ладно, пока заканчиваю тогда. Так, а какой у меня след... А, да, надо закон научный принять. Так, сейчас надо посмотреть, как я помогаю... О, уже, смотрите, за один ход достигнуто совместное задание. Где-то пять атмосферных феноменов было найдено. А, это что за... А, да, тоже я брал. Накопите 545 пыли. И 150. Ну, блин, какое-то странное задание дали 150. Так, ладно, тут улучшаем отношения. Лезть. Пять ходов. Тут. О, скоро вообще станем... Дружелюбными... Ну, то ли союзниками, или как это будет называть. Так, плюс два, да? Если за счет чего вот тут плюс два идет. Ну, давайте тоже польстим. Так. Тут у нас два корабля уже есть. Причем один надо апнуть. Потому что у нас тут не стоял двигатель. Так, все, один ход. Надо решить, что следующее строить. Межгалактический супермаркет. 25 за уровень системы. И 3. Ну, кстати, ничего так. 4 хода. То есть у меня будет плюс 50. И за каждого жителя еще, считайте, 33, да? То есть плюс 83 денег. Неплохо. Вот это не очень. То есть, видите, с аномалией. Аномалий нет. И просто по одной науке за каждого. То есть я построю здание, которое будет мне давать просто 11 науки. Смысл? Вот это хорошее, но у меня титана нету. Построить. Но это... Это чудо. То есть одну можно только построить. Так, за месторождение ресурса роскоши плюс 5. Кстати... Кстати, почему нет? У нас как минимум 2. Это 10. И, возможно, мы тут что-нибудь найдем. Так, надо подумать. Вот это. Ну, на преданности... У меня пока нет ни преданности, ни лояльности. А строить 10... 6 ходов. Жалко пока. Пока жалко. Давайте, наверное, лотерею поставлю. Следующий пока. Еще увеличиваются жители. Так, тут корветы завершены. Но я хочу уже флот из 4 сразу отправить. Ну, сказать, сколько может быть... По-моему, 4 в начале. Ну, что тут не показывается. Вот пока 2 очка командных. Но сколько... На самом деле... Так, тут никаких новых не появилось для исследования. Нет. А, слушайте, мне бы колониста, на самом деле. Подождите. Мне надо... Так, давайте я еще, может, колониста как-то улучшу, чтобы, например, он быстрее летал. Жалко, что только один модуль... Модуль колонизатор. Так, ну и мне оружие, мне кажется, тут не надо. Мне главное, чтобы он быстрее летал, и все. О. Да, круто. Прям 2. Они же складываются? Да, 11 ходов будет. 11 клеток, точнее, перемещения. Давайте колониста следующему поставлю. Ну, разбросаю... Дальше, наверное, еще... Вот сюда я, кажется, не отправлял, да? Так, куда еще посмотрим. Так, куда еще посмотрим? Давайте сюда. Сюда. Так, там ничего интересного, да? Ну, давайте, я не знаю, сюда. Ну, давайте, я не знаю, сюда. Пока все. Ну, постоять тут. Давайте пока постою тут. У меня сейчас полетит флот. Сюда. 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 Из четырех. Так. Система Геракл успешно взломана. Ну, что туда подслушивать. Стоимость пиратской дипломатии. Меньше подделать логи. Улучшить отношения с пиратами. Мешать поставкой. Ну, я не хочу улучшать отношения. Я хочу их вынести. Украсть ресурсы. Интересно, а бэкдор? Давайте создадим бэкдор пока. Ага, тут. Куда они летят? Они отсюда летят, похоже. Ну, ладно. Вот у нас тут четыре корвета. Блин. Роздали флот. Полетели. Давайте, наверное, все-таки слетаю сюда. Хочу еще отсюда несколько спутников отправить. Хотя, мне кажется, тут ничего не будет в соседях. Так, тут колонист следующим ходом. Я бы даже два колониста уже сделал. Надо это заселять. Тем более, у меня способность моей фракции, что я не имею штрафа. Так, а тут надо ускорить опять за 150 денег. Блин, ну четыре хода. Тут на два хода. За два хода всего 150 денег. Ну, с другой стороны, хочется быстрее. Ладно, у меня есть деньги. Хочется быстрее уже тут колонию сделать. Откровенно. Интересно, насколько. Вот. Нормально снижает. Вообще, не. Ладно. На... 6%. Не буду пока перебрасывать. Тут потом еще можно будет специализ... А, уже можно даже специализировать. Видите? То есть... А, вот где те научные станции. То есть вы специализируете. Вот один ход, оно строится. И каждый житель начинает там давать определенный выхлоп. Но в данном случае, опять же, считаю. Видите, оно... Одну науку от жителя и... Одну науку, если бы на холодной, в данном случае... Невыгодно. У меня есть что построить без этого. Так, последний политический... О, уже ученые начинают постепенно. Ага, и вот что я тут адамант... Адамантан нашел. Круто. То есть тут у меня... У нас еще будет и адамантан добываться. Но он пока не добывается, потому что я не открыл технологию. Для его добычи. Но, в принципе, у меня тут еще и ресурс есть. Блин, мне бы рынок открыть, на самом деле. Хотя, с другой стороны, а чем мне там торговать? Мне там нечем торговать. А вот я красно-нейронную робототехнику открываю для адамантана. Так, что у меня следующее стоит? Всеохватная слежка. Ну, давайте, наверное, рынок откроем потом. Все-таки. Так, ускоритель. Шифр. Куда, к пиратам? Запустим. Блин, нафига я тут бэкдор поставил и дальше никуда его не веду? Ладно. Я вот эту механику уже не особо помню. Это появилось не с самого начала в игре, а в каком-то из дополнений добавилось. Так, плюс 20 производства на планету. Вот планетарную специализацию можно будет делать. И адамантан. Отлично. Так, видите, после радушия уважение. То есть они еще больше нам стали. А тут радушие появилось. Так, теперь эти ребята нам 32 денег, 5 трудовых ресурсов, 23 науки. И 3 хода пока лезть. Ладно, пока ничего больше не делаем. О, оно под моей властью прям написано. И что это? Мы можем теперь ассимилировать. Ну, давайте попробуем ассимилировать. Это будет какой-то квест надо выполнить. Иметь 3 или более действующих законов в империи. Понял. Так, дальше что у нас тут? 10 производства на стерильную и плюс 10 на систему. То есть плюс 40. Даже плюс 50 будет производство. Потому что там у нас есть одна стерильная. Дальше. Плюс 30 науки на систему. Нет, я соврал. Тут будет не плюс 50. Тут будет просто плюс 20. Потому что просто одна... Это плюс 10 на систему, на одну систему. И, так как, тут 20 производства. А тут будет 30 науки. За торговую компанию. Но это в дальнейшем они открываются. 20 на систему и плюс 5 процентов. Ну, мне кажется, вот эту культуру стоит взять. Плюс 10 одобрения. Тоже хорошее. Давайте, наверное, плюс 10 одобрения сначала возьмем. И у меня в системе, по идее... Должно стать удовлетворение. Вот. Это следующий уровень. А, нет. Не следующий. Нет. Не стало следующего. Ладно. Пока нет. Так, слушайте. У меня тут колонисты без дела сидят. Здесь мы по отдельности каждого сделаем. Сначала так. Почему он должен за один ход сюда прилетать? О. Отлично. А, вот 5 кораблей я мог в один флот запихнуть. Так, вот видите, тут сейчас летит пират. Соответственно, надо ставить вот так в защиту, и он нападет на меня. А этого я, наверное, уже сразу колонизирую планету. Тут еды нету вообще. В чем проблема? Будет очень медленно расти. Ну, что производство большое. С другой стороны. Сейсмическая активность. Так, вот сюда, видите, я могу за культуру посылать. Потому что есть путь. Сечение 5 ходов плюс 100 еды. Ну, посмотрим. Здесь, хотя ладно, давайте, наверное, деньги тоже пошлем. Чтобы быстрее все было. Так, население растет. Вот. Этого пока колонисты не отправляю. Пускай пока там посидит. Ну что, сейчас прилетит сюда. Флот варваров. Так, я поддерживаю... Слушайте, а может ученых поддержать, чтобы я мог закон какой-нибудь ученых принять? К этим и можно убрать тот закон, который дает науку, но снижает... Снижает... Поддержку. Тем более, там с каждым жителем все меньше и меньше поддержка получается. Давайте я поддержу ученых. Просто промышленники точно сейчас победят все равно. Но, видите, вот ученых больше стало. О! И вот у меня и закон появился, который я приму сейчас. Очевидно. И оплот предателя стал... Системой. Наконец-то. Так, вспомогательный модуль. Больше людей. Ну, это, кстати, для... Для захвата планет будет требоваться. Так. Разблокируйте. Опять же, я в этом не участвовал вообще. Битва. Ну, я вам сейчас покажу. Я в дальнейшем буду автоматически делать... Ну, точнее, тут все битвы автоматически на самом деле. То есть, вы сначала... Вот вы видите, я сильнее на... Ну, я сильнее на четверть, считайте. Так? Я знаю, что мои корабли лучше всего работают издали. Ну, и плюс у меня защита как раз от его оружия. Поэтому. Вот у меня тут есть несколько типов использования. Я бы вот использовал... Значит, усиление плазмы. Плюс 25% пробивания щитов на оружейные модули. Ну, у него сбалансированные щиты, поэтому это неинтересно. Плюс 25% поглощения обшивкой. То есть, вот это как раз против лазерного оружия с работы. Я бы взял все-таки черепаху. Но, с другой стороны, эта битва вблизи, а у него как раз вблизи, на средней дистанции, хорошо работает. То есть, на этом я бы издалека... Вот, давайте это поглощение щитами на корабли используем. И включу смотреть, но это один раз, потому что все еще я его не буду включить. Потому что это ничего не дает. Вы просто смотрите на битву и не можете ни управлять, ничего. Он, кстати, тоже взял плюс 25% бонуса к защите на дальней дистанции. У меня, кстати, вот этого, этой карточки нет. Вы эти карточки тоже открываете постепенно. И используете... Вот у меня какие-то утюги, блин. А не корабли. А это пираты. Может, обзорную камеру включим? Можно побыстрее. Так, пираты вот, а я там. Одного уже уничтожили. И второй. Ну, собственно, все. Убедительная победа. Я сейчас посмотрю, там, наверное, одному только... Да, вот нанесли сколько урона. Ну, немножко, короче. Все. Ну что, полетим, попробуем этот аванпост варваров захватить. А, ну вот, собственно, мне тут и нужны... Блин, а чтобы этих варваров тут уничтожить, и нужно вторжение в систему. Ну, мне надо построить еще один корабль с... Как раз... С армией вторжения. Так. Давайте здесь назначим Петру Мандзукич. И... Прокачаем ее. Что у нас тут есть? Культура. Наука. Ну, вот это сначала, потому что там вообще нету ни еды, ни производства особо. Так, применим. Так, колонизировано. О, слушайте, а тут, кстати, больше жителей все-таки можно... Ну ладно, пускай пока сеть дронов... Строится. Ну, это, конечно, планета офигительная. Но она ведь... Вот тут холодная. Вот на этой планете... Где тут? Вот этот генератор магнитного поля будет очень в тему, например, построить. Убыль населения. Интересно, почему. Вот это, кстати, тоже потом снижается. Да, закон, закон надо сменить. Вот этот упраздняемый, видите, он дает минус 2 поддержку на систему. Тут, конечно, дофига науке он дает. Давайте вот просто даже глянем ради интереса. Вот тут 254. По идее, он должен сейчас уменьшиться на 30... Хотя 36, не так уж и прям много. Но это 15% от науки. 254. Так. Убираем закон. 218. Нормально. И нам надо принять какой-нибудь... Вот не какой-то, точнее, а конкретно научный. Блин, минус 10% стоимость улучшения системы на системы. Ну мне это, блин... Знаете, честно говоря, вообще не особо надо. Хотя, подожди, минус 10... А что имеется в виду улучшение? Это улучшение самой системы или вообще любого строительства? Давайте глянем. Что-то я... То есть у любого строительства даже очень неплохо. Ну вот, например, стоит 780 производства. Так? Давайте... Ну, тут еще проблема. Я буду платить сейчас 13 науки вход. За то, что он будет... Закон будет работать. Да. Любого производства 702 стало. Было 780, стало 702. Нормально. Так, теперь нам надо улучшить вот этот поддержки корабль. Мы сюда добавим модуль доставки. Так, потом двигатель. Может, еще один модуль доставки? А, больше некуда, к сожалению. Ну, не знаю, нужны ли мне... Не, на всякий случай пускай будет, ладно. Пускай будет... На всякий пожарный. Так, и вот этот корабль мне надо построить. Потому что иначе мы не можем захватить эту систему. Так. Сюда я хотел еще понаправлять. Так. Так. Ну, тут видно, да? Вы видите, где уже летали спутники. Давайте так. Куда-нибудь и так пока. Так, может, скаута... Блин, вот жалко, что модули... А, давайте я, наверное, поставлю двигатель вместо одного из мод... Потому что он у меня как-то слишком много, а летает он очень медленно просто. Ну, и можно заодно защиту все-таки на всякий пожарный. А, за другой стороны, я все равно отступать буду. Зачем мне защита? Ладно. Так, давайте скаута улучшим. Ой, денежки уходят. Да, слушайте, надо... Надо все-таки этот межгалактический супермаркет построить. Раз мы снизили, так его стоимость... Ну, и предсказательная логистика тоже очень неплохо. Как раз 16 расходов. Блин, ускорить, не ускорить за культуру. Я не хочу, я хочу культуру вот на эти малые фракции на самом деле использовать. Сколько-то еще лезть? Два хода. Так, ну, полетели обратно. Тут я все исследовал? На всякий случай. Видите, тоже в дальнейшем еще откроются эти руины. Эти. Так, я открываю галактические товары. Давайте я, наверное, следующую поставлю. Барионные щиты. Колонизация средиземноморских. Ну, вот это тоже неплохо. Чтобы вылетать. Не только по линиям. Так, а этот у нас тут. Я вот не... Я могу, конечно, сейчас провести вторжение, но... Пираты отобьются. С другой стороны, у меня потом прилетит корабль. Ну, давайте просто... Я вам покажу тоже автоматически. Видите, нарисовано, что... Так, и тут тоже три варианта. Поддержка наземных войск пройдет в бомбардировку территории перед началом боя. Партизанская. Плюс 33% здоровья захватчикам, но минус 20% урон по защищающейся зилам. И блиц. Минус 25% здоровья. Ну, я вот эту упреждающую атаку... Тут в чем проблема? Что она разрушает улучшения. Но дело в том, что я никакие улучшения тут не буду захватывать. Это для атаки, например, планет других. Понимаете? Если имеется в виду, ну, вот, ничья, но я потерял больше. То есть, это вот каждый ход вот так вот делать. По идее, у меня прилетит как раз к этому моменту флот, и я добью, наверное, эту базу. То есть, это хорошо как раз против пиратов. А вот если вы захватываете какую-то богатую планету, не хотите, чтобы там разрушалось много... Много всего. То, конечно, нет. Технологическая стадия разблокирована. Более крутое оружие, кстати. Более крутые. Ну-ка. Это вот тут, я так понимаю. Синхротронный лазер. Больше урона в секунду. И вероятность крита выше. Но он работает... Ведь если этот работает на всех дистанциях, то этот на средней именно дистанции лучше. Ну ладно, что тут улучшим. Но я сейчас все равно никак это не улучшу. Просто потому что у меня мои корабли в другой системе. А, подожди, или я могу? А, ну да, должен находиться в одной из ваших систем. Сейчас идет минус по ресурсам. Как раз из-за того, что я трачу жителей на корабль, который я сейчас только что построил. Генерирование... Плюс одно генерение ресурсов на залеже стратегических... То есть, если я построю, я буду больше Титана и Гиперия, например, получать. Ну и рынок открылся. Прямо сразу редкоземельные пеноматериалы. Открыл. Аж всем кураном было в зону. Ну это пираты там. Так, тут продолжаем нападать. Ну, кстати, тут 33 на 37. Еще он... Он создал корабль, видите? Ну... Давайте вот так усе... И я не буду смотреть, как вы понимаете. Нет смысла. Я все равно выношу. Ой, еще один корабль стоит. Еще один флот, точнее. Так. Скорто один ход. Во-первых, я тут, видите, могу уже специализацию. Например, промышленные зоны. Ну, вот здесь, наверное... Хотя, с другой стороны, плюс один на горячем. Ну, вот я здесь делаю специализацию, и тут будет что, плюс 4 производства? Вот смысл тратить... Не, ну, блин, серьезно. Плюс 4 производства, зачем? Так, у меня уже минус денежки пошли. Так, на минутку. Ну, мне, наверное, надо напасть. Ну, я боюсь, что я сейчас потеряю один корвет, скорее всего. Да. Ну, с другой стороны, у них флот только через 7 ходов появится. Я уже должен буду захватить Геракл к этому моменту. Смотрите, еще про карточки. Собственно, где это... Тут вообще, опять же, знаменитый, нифига непонятный интерфейс игр от Amplitude Studios. Вот, это тактика боя. Вот тут вы открываете, и вот тут у меня, на самом деле, видите, еще есть две тактики, которые я не использую. Это вот я, которые могу выбирать. То есть, я могу поменять карточки. Например, поставить плюс 30 монет за уничтоженные корабли противника, и плюс 10 науки за уничтоженный флот. В принципе, почему нет? Но, мне кажется, мне лучше усиление оставлять. Давайте пока, не знаю... Вот вместо вот этого усиления плазмы я ее все равно не использую. Тут либо щиты, либо черепаха. Вот. А вот здесь можно управлять юнитами, которыми вы высаживаетесь. И у нас еще дальше будут и танки, и воздух. Народ, я видел, народ играет, и даже не в курсе, что вот это можно менять. То есть, дальше, в дальнейшем, вы по технологиям вот здесь открываете... Наверное, вот танки открылись, да? А где вот авиация у нас? О, в третьей должна быть. Где авиация-то? Это что ли? Ну да, вот плазменные бомбардировщики, авиация. И вот тут идет распределение вот этих наземных ресурсов. Сейчас у нас 100% пехота, но вот тут вы можете изменять. То есть, вы можете высаживаться пехотой, танками и самолетами. Это все, на самом деле, камень-ножницы-бумага. Потому что танки лучше убивают пехоту, самолеты лучше убивают танки, и внезапно почему-то пехота лучше убивает самолеты. И еще это я могу вот сейчас усилить пехоту, потратить 200 денег и получить... Ну вот тут написано, да? 50% урона против авиации. Я не знаю, каким образом пехота может авиацию лучше бомбить, но... Мне, конечно, придут в комментариях, объясняют, что ну как же, там же могут... Эти ПТУшники... Ой, ПТУшники. Противо... Ну, с этой фигней, блин, трубкой на плече. Ну, по-хорошему, конечно же, нет. Реация все равно намного круче. Так вот, пехоту... Тут дальнейшем все это можно еще и улучшать. Но я не хочу сейчас 200 монет тратить на усиление пехоты. Слишком круто. Но у меня уже обыль населения не идет. Так, строительство завершено. Интересно, строительство завершено и не написано, что именно. Так. Давайте посмотрим теперь, как рынок у нас выглядит, раз я его открыл. Дорого стоит... Адамонтан, например. Вот мне бы Адамонтан продавать. Титан и Гиперия не так сильно. И ресурсы... Вот что у нас по ресурсам? Самый дорогой у нас багровая спи... А потом и моя васильковая плесень. Но я бы васильковую плесень оставил для улучшения систем. Пока. Ну и возмущен, конечно, что у меня сверху картошки нету. Как белорусы у меня пока... Да, кстати, можем и корабли покупать, и героев. Но для этого мне надо еще технологию одну открыть. Может... Может... Слушайте, а может мне реально продать Адамонтан и улучшить тогда моих этих? У меня два Адамонтана, например. Это, считайте, улучшение... Пехоты. Нормально. Зачем мне терять пехоту, да? Что нам еще за денежки? Ну, тут... Тут ничего. Тут один ход строится. Так, мне бы тут, конечно, на еду. Но у меня пока тут ничего. Один житель. Кстати, я могу... Я могу между системами еще отправлять жителей, на самом деле. Вот. В космопорте. Но... Я думаю, что я... Неужели могу отправить? Я просто думаю, что... Пока не открыто... Тех... Слушайте, может мне все-таки двоих туда отправить? Давайте... Давайте... Вот так сделаем. Просто я думал, раз не открыто теха, которая позволяет еще летать через эти, то оно и не отправится. Так. Ну, давайте... Не, ну это преобразование производства в науку мне пока не особо. Может вот на еду еще? Давайте вот это на еду И дальше надо выбрать Я бы, конечно, вот открыл следующую теху И тут открываются вот эти бегемоты Огромные такие корабли Я бы к ним пошел дальше Здесь у нас что? На планеты с ресурсами роскоши Ну, в принципе, астрофинансы тоже А правила поведения... А, вот, компания открывает Давайте я, наверное, правила поведения открою Следующее А здесь у нас оптимизированные бегемоты И офис регионального тоже Следующее вот так открою Давайте сделаем Враждебная программа отслеживания Наземная битва Бой Нормально По идее, следующим ходом я должен, наверное, захватить Мне кажется Вон, еще летит флот уже в поддержку Блин Так, а можно их объединить? Да Конечно, я боюсь, как бы меня этого, моего патруля не убили Но мне надо... Ох ты, тут сколько всего можно исследовать Вот эту отсюда, потому что я смогу ее колонизировать Видите, неблагоприятно Это значит, что я не могу вообще колонизировать Они доступны просто потому, что тут пираты сидят Уберу пиратов, смогу колонизировать Поэтому... О, еще васильковая плесень Так Экспедиция совершила высадку несколько дней назад Но с тех пор, как и участники на второй день вошли в район слабой сейсмической активности Мне ничего не известно Так, либо спасение Либо защита Ну, защита я точно, как бы, ничего не теряю Получу 80 культуры А здесь жертву 10 гиперии И, возможно, еще и флот потеряю Нет, к сожалению, мы переименуем систему Гиена в честь погибших А я могу же ее переименовывать? Я тут пока... Видимо, пока она не колонизирована Переименовывать невозможно Ну, то есть у меня задание переименовать Я получу 80 культуры Отлично Так Васильковая плесень И 5 Васильковой плесень еще и получили Видите, мы, кстати, здесь, может, сразу модернизируем Так, а что у нас там С полетом? Ага, так, экскорт Запускаем Летим сюда Вот летят, видите, мои жители То есть они сейчас сюда долетят А отсюда полетят сюда Ну что, может, уже и колониста тогда Блин, он просто очень быстро летит Пока пускай сидит на месте, мне кажется Вот, менялось минус 10 на систему И увеличивает политическую идеологию Так, а вот теперь тут должно уже быть довольно много Да, экстаз, видите Плюс 25% еды на систему Плюс 25% культуры на систему Тогда, я думаю, можно попробовать Исследовательский парк вечных построить Давайте поставлю очередь Это круто будет, если я это чудо построю Так, тихие открыли Что у нас тут дальше? Надо не забывать очередь Не, ну тут нормально у меня очередь Они долго будут открываться Так, следующее открываем Аномалии О, антиматерия, отлично Адамонтан у меня уже был Антиматерии не было Здорово Ну и давайте Вот эту, наверное, Геракла Исследуем Как раз где пираты сидят Просто 5 Опыта Очков опыта Кораблям Кстати, а что же тут по кораблям По их уровням? Второго уровня Новобранец Тоже второго уровня Новобранец Ну, хоть какого-то уровня Уже прокаченные Да, ну сейчас вот эти Еще прилетят со мной Тут биться Но по идее Я должен захватывать Уже систему Потом надо Надо еще будут корабли строить И сюда лететь Конечно, блин В эту систему Кто-то вторгся Интересно, кто? Так, пища А почему насилие не убывает? Я не пойму Куда оно убывает? Все Захватили Отлично Заброшенное пиратское логово Все А, вон там еще флот прилетел Надо убить его Тогда сначала я исследую Тут Так сделаю Воздух этой планеты Обладает странным Психотропным эффектом Плюс два Вдохните полной грудью Плюс два диапазона обзора На гарнизон Короче Под наркотой Сейчас будем тут воевать Ну у меня радиус обзора увеличился Не знаю Может сейчас незаметно Так Давайте Еще польстим Вообще у меня уже 549 культуры Ну и тут польстим В принципе Тут сейчас вообще будет Я просто не могу пока Выполнить Это задание А ну какое Иметь 3 или более Я не могу У меня нету больше законов А вот сейчас будет Третий закон Блин Зря это он Культуру походу Так Что у нас на производство Плюс 20% На аванпосты Плюс 25 Одобрение в системах На 3 хода При приобретении Новой колонии Завоеванием Или постройкой Аванпосты Тоже круто А здесь Плюс одно Генерирование ресурсов Плюс 10% Я лучше это возьму Плюс 10% С ресурсами Ну вот собственно мы Реликвии системы Догалактические маркеры И это Эта планета стала Моей сейчас Вот Как вы видите Сейчас мне надо Вот с этими ребятами Разобраться Да я вам Хотел рассказать Про Созвездие Вот они Вот например Меч и рыба Созвездие И циркуль Созвездие Но Они будут давать Либо плюс 15% Культуры Либо 15% Еды Если У меня Я буду контролировать Там Большее количество Звездных систем Чем кто-либо другой Так Давайте Нападем На флот Ух ты Блин Так Практически Равны Сейчас Убьют Скаута Я думаю Нет Корвет Убили Ну нормально Это Это еще Терпимо Вот сейчас С этими Надо бы Так Полетел Пусил Сюда Да Слушайте Но мне Нужен Еще Еще Флот Нужен Еще Много Флота Так Тут Ничего Лучше Не появилось Да Давайте Здесь Корветы Раз Два Три Четыре Ну у меня Сейчас Деньги Появятся Уже Минус 97 Капает Кстати Так А на Империю Вообще У меня Лояльность Видите Плюс 15 Процентов Денег И плюс 15 Процентов Науки Отлично Так Давайте Смотреть Что у нас Здесь Делать Что у нас Тут На Скрепер Вот Видите Проблема Этих кораблей Что я их Не могу Улучшить У меня Нету Подобных То есть Это корабли Вот этой Фракции Но Я с ними Сделать Ничего Не могу Ну тут Даже Две Планеты Колонизированы Уже Отлично Теруин Эти Исследуем Плюс Два Одобрения Плюс Одна Еда И плюс Одна Ячейка Населения Круто Круто Планета Планета Блодородная Умеренная А нет У меня Таких Тут Планет Так Ладно А вот Кто такой Юрий Вот Это у нас Плюс Пять Науки Зажители На планетах С аномалиями Так Я хочу Производство Планеты Со Стратегическим Месторождением Тоже Пока Не вижу Просто 22 Производство Ну Вот Это Можно Следующий Поставить Пока Так Джадоник Да Кстати Тут же Еще Можно Улучшить Давайте Модернизацию Вот Так Сделаем Сверх Картошка Наконец То Капает Так Тут Ну Там Там Уже Одобрения Пока Дофига Поэтому Наверное Науку Давайте И Разблокировалось Бонус Движения И Новые О Новые Ячейки Так Ну Я уже Принял Как раз Закон Что У нас Вообще По Квестам Тут Нам Надо В течение Как минимум Пяти Ходов Ваша Империя Должна Действовать Не Менее Одного А Ну Пять Ходов Уже Действует А И Переименовать Систему Гена Но Это Когда Она В общем Колонизируется Я Наверное Пока Постаю Или Патрулем Полететь Может Давайте В Янус Полечу Пока Блин Ну Пираты Злые Конечно Мне Нужно Флот Строить Быстро Так Я Пожалуй Тут Посплю Эскортом Сейчас Прилетит Флот И мы Полетим Фат Убивать Вот Хорошо Пираты Пока Сюда Летят Ментаку Не думаю Что Они Будут Атаковать Давайте Мешать Поставкам Ресурсов Дальше У нас Вот Сюда Видимо Самое прикольное Что я еще Никого не встретил Ни одной Кроме пиратов Ни одной другой Фракции Два ваших доверенных Советника Поссорились Два героя войны Два некогда Добрых друга Не сошлись Во мнениях По вопросам Управления Партии Индустриалистов И дело Едва Не дошло До траки Один из них Юный талант Который Обрел Множество Врагов И союзников Благодаря Своей решительности Другой Отличный Дипломат Короче Либо Поддержать Выдвиженца 20% Еды Будет Преобразовываться В деньги И значительно Увеличивает Политическую Идеологию Индустриалисты Либо Поддержать Оппортуниста 15% Рыночная Стоимость Звездной Идеология Это Если бы у меня Это для Торг Когда у вас фирмы Созданы Вот это Поэтому я лучше Тут 20% Будет преобразовываться В деньги По-моему Это круто О Сразу Было плюс 10 Стало плюс 84 Станьте Перм Блин Построили парк Ну Что поделать И кто-то еще Выполнил 3000 трудовых Резервов Накопил Ну Как бы без шансов Видите Мне флот Надо строить Конечно Там крутое чудо Ничего не скажу Так Давайте Заселим Геракл О Красивая Огромная Снежная Богатое Месторождение Васильковой Плесени Аномалия Заброшенный Пиратский Тайник Это что такое Вообще Плюс одно Производство И плюс Одно Денег На жителя Да Так Ну Ускорим 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 И Кстати Вот эту Тоже Там уже Закончилось Ускорение А Один ход Так Один ход Дел Отлично Тогда Пускай Так Давайте Исследуем Здесь Аномалии Вообще Тоже Хорошие Планеты Четыре Штуки Земного Типа Ух ты Вы входите В атмосферу Планеты Видите Удивительное Зрелище Рой Огромных Существ Которые Лениво Парят В воздухе Словно Флот Дирижаблей На удивление Сменяется Страхом Когда Существа Начинают Цепляться За корпус Кораблей Так Бежать Плюс 70 Прочность Но Минус Два очка Движения Эх Ну А вдруг Стыр Нам отсюда Никуда Я не хочу Отсюда Куда-то Лететь Я буду Исследовать Эти планеты Нормально Так Тут Лезть Работает Еще Тут Корабль Тут Еще Летят Ну Куда Еще Будет Лететь Интересно Непонятно Так Там Пираты Тут Я Корабли Строю Блин Конечно Ускорил бы Но Мало Культуры Пока Население Растет Во плоти Предателя А сколько Колонизация Будет Два О Давайте Колонизируем Так Владородная Умеренная Отлично Еще Вот это Следующее Можно Сразу Ксеноиндустрия Не Не Это А Ну Да Это Тут Нормально Будет Двадцать Тут Плюс Сорок Производства Сразу Давайте Даже Нет Это Сначала Так Так Повышение Цен На Кого К Общерыночному Повышению Цен Давайте Глянем Может Что Нить Продадим В Принципе Адамант Дорог Слушайте Давайте Я его Продам И Куплю Корабли Че Я Туплю Там 5 Адаманта Тысячу Денег В общем То И Вот Этих Раз Корвет Сейчас Еще Продам Мне 900 Еще На 1000 Надо Просто Следующим Ходом Сразу Будет Фото Я Смогу Лететь Давайте Так Сделаю Вот И Все Сразу Следующим Ходом 4 Корвета Так Вояк Вояк Уважение Уже Колония В Гьене И Наверное Мы Сможем Ее Переминовать Да Захватить Ассимилируйте Или Привлеките Новый Тип Населения В Вашу Империю Это Тоже Вполне Нерешаемо Так В Сечении Пяти Ходов Не Менее Одного Закона Поддерживайте 200 Денег Дали Следующая Цель Здание Номер Три Пути Назад Нет Организуйте Шесть Или Больше Активных Торговых Путей Произведите 793 Или Больше Очков Ну вот Это Конечно Мне Попроще Пока Вообще Нет По-моему Возможности Торговые Пути Делать Мизари Станьте Мизари Ну Давайте Пойдем По пути Науки Да Ё-моё Ну Так Что у нас Тут Вообще У этих Защита Против Лазерного Оружия У меня Кстати Как Раз И Обратите Внимание Что У меня Против Этих Мародеров Надо Будет Те Мои Корабли Улучшить Ладно У меня Тут Среднее И Малое Мне надо Вблизи Находиться В черепаху Ну Хотя Победить Могу У них Не особо Нет Проиграл Все-таки У них Не особо Было Оружие Против Меня Ну Че Подвисло Так И они Видите Сейчас Будут Осаждать Ладно Давайте Улучшу Пехоту Еще 400 А У меня Видит Титана Не Хватает Ну Деньги Я могу Получить Но Титана Пока Нет Так Полетели Блин Почему я не могу Какой-нибудь Разум В этой Галактике Где они Придите Я даже Спутники Рассылаю Во все Стороны И все Равно Давайте Кстати Я наверное Закончу Вот на Исследовании Планеты Напоминаю Что Спонсоры Могут Прямо Сейчас Посмотреть Продолжение Во вкладке Сообщества Ну А для всех Остальных Оно уже Появится Завтра Спасибо Что смотрите Делитесь Впечатлениями В комментариях Играйте В умные игры И всем пока Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу попросить Вас поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На которые Вы Видите Сейчас На своем Экране Играйте В умные Играйте И Всем пока